А вот каргандинские врачи заменили тазобедренный сустав 101-летней бабушки. Она сломала шейку бедра. Такая травма в столь преклонном возрасте чаще всего становится приговором. Но по словам медиков с эндопротезом бабушка уйдет из стационара на своих ногах. Эта операция объемная, но эта операция позволяет минимизировать все риски, которые связаны с переломом шейки бедра. И на следующие сутки такие пациенты уже активизируются и поднимаются на ноги. Что в свою очередь минимизирует риски гипостатических осложнений, пневмонии, пролежней и так далее. Ранее хирурги клиники имени профессора Макожанова успешно сделали такую операцию дедушке возрастом 106 лет. И все же врачи очень рисковали, приняв решение об операции Нурилы Байтасовой. Несмотря на более чем вековой возраст, здоровье Нурилы Апай на удивление крепкое. Однако в 101 год вероятность того, что перелом шейки бедра срастется менее 50%. Зато высок риск осложнений. И самое главное, с эндопротезом бабушка будет ходить. Дома ее ждут шестеро детей, 30 внуков, 60 правнуков. Она по жизни оптимистка. У нее характер спокойный. Она любит шить. Фост держала почти до 90 лет. За 100 лет она без очков шила. Сама всем внукам, внучкам. Она на подарок, на память всем корпешки шила. Вот это, наверное, тоже способствовало. Продолжение следует...